Израиль за неделю на Народной Волне Жарко, лето, жарко в Израиле, ну, собственно, каждое лето, и это сезон отпусков, вот с началом июля, дети перестали учиться, начался сезон отпусков, аэропорт Бангурион рапортует опять превышение всех репордов, сколько туристов въезжают в Израиль, выезжают, речь там идет где-то о 20 миллионах, за сезон, при том, что все население Израиля, в общем, 8 миллионов, ездят, все ездят, ездят израильтяне за границу, едут туристы к нам, но приезжая к нам, увы, есть проблема искупаться в нашем ласковом теплом море, июль традиционно это нашествие медуз, Как правило, 2-3 недели в июле у наших берегов медузы, иногда их меньше, но в этом году их почему-то, вот в прошлом году их совсем было мало, в этом году их очень много, настолько много, что даже пострадала, пострадала в Хадере наша электрическая станция, там морскую воду используют для охлаждения, И просто медузы забили, забили там решетку, по которой поступает вода. Ну и не рекомендуется купающим заходить в воду, потому что они наносят ожоги, ожоги такие неприятные, болезненные, не опасные, но неприятные, как укусы комаров чешутся, потом проходят. Так что пока жители Израиля довольствуются бассейнами или озером Кенерет, или на Галанах какими-то речками, стекающими с Хермона. Ну и туристы, кроме того, им есть много что посмотреть, кроме моря. Был составлен отчет о туризме 2018 года, и там говорилось, что туризм у нас все время растет, в 2018 году он опять побил собственный рекорд, что принес 21 миллиард шекелей Израилю, и что более половины туристов уезжали из Израиля с впечатлением лучшим, чем было у них до приезда. Ну и где-то 40% сказали, что у них впечатление не изменилось, и единицы сказали, что после посещения Израиля их впечатление от Израиля ухудшилось. И были названы три самых посещаемых туристских объекта. В первую очередь, конечно, это Стена Плача, западная Стена Храмовой горы, Стена Плача, как мы ее называем, на иврите ее называют Котель, то есть просто стена. Это 71%. 52% туристов посещают Храм Гроба Господня, но в этом Храме Гроба Господня там есть отделение христианства нескольких конфессий, так что это неудивительно, что все христиане и даже нехристиане туда стремятся. И половина туристов посещает Старый Яфа, очень живописный, на берегу моря, где восстановлены и старые раскопки, и христианские церкви относительно недавнего времени, там несколько сот лет, и очень живописный порт, от которого прогулочные кораблики отходят. Так что, пожалуйста, приезжайте к нам, медузы скоро кончатся, а достопримечательности всегда с нами. Ну и лето жарко, конечно, пожары, но это я вам уже говорила не раз, и пожары из-за огненных шаров, которые летят из газа, и, может быть, просто по неосторожности, но, слава богу, мы их успеваем затушить вовремя. А теперь, как всегда, о политических новостях, и, как всегда, начнем с вашей страны, с американских новостей, а именно с президента Трампа. Как вы знаете, в последнее время у вас от демократической партии были избраны довольно много женщин-демократок, и среди них и женщины-мусульманки, и некоторые из них позволяли себе очень резкие высказывания и в адрес Америки, и, главное, в адрес Израиля. И вот Трамп написал, что он считает, что женщины-демократки, вот эти вот экстремистки, должны извиниться и перед своей страной, и перед Америкой, и перед Израилем за свои, как он выразился, ужасные вещи, которые они о них писали. Ну, вряд ли, конечно, эти демократки извинятся, но приятно, что ваш президент обратил на это внимание и подчеркнул, что такое поведение совершенно недопустимо. Другая новость, скорее экономическая, чем политическая, но все-таки имеющая к политике отношения. Из штата Техас к нашим берегам отправилась большая платформа. Она состоит, ее разобрали на несколько частей, и везут кораблями к нам специальная платформа, которая будет установлена в море, примерно в 100 километрах от берега, для добычи нефти из месторождения Левиафан, нефти и газа. Это очень большое месторождение, там 3,5 триллиона кубометров газа, и миллиард и семь десятых баррелей нефти. И вот эта вот платформа будет установлена в море. Уже до этого говорилось о том, какие будут предприняты меры безопасности, чтобы у террористов не было соблазна как-то подорвать эту платформу. И будет добываться газ, будет использоваться в Израиле, будет экспортироваться. В общем, это первое в Израиле обнаружение этих газовых месторождений, Левиафана, Тамара и других. Это первое из полезных ископаемых, которые в Израиле действительно были найдены. Ну и третья новость, это уже речь идет об обороне. В общем, очередные два военных самолета F-35 приземлились в Израиле на аэродроме. Они летели из Америки, проданы Америкой, поставлены Америкой Израилю. И, в общем, нигде, кроме Америки и Израиля, вот эти вот самолеты F-35 не находятся на вооружении. То есть Израиль, в общем, вооружен самой-самой передовой техникой. Ну и другие международные новости. ЕС, европейское сообщество. Я уже много раз жаловалась на него, что оно достаточно недружественно относится к Израилю, что оно всячески, вопреки требованию Америки, поддерживает продолжение сделки с Ираном, хотя Иран нарушает все возможные условия, продолжает обогащать Иран гораздо выше поставленного ему предела и, в общем, плюет на все эти ограничения. Тем не менее, вот председатель европейского сообщества высказался о том, что стоит продолжить вот такой вот договор с Ираном, на что Нетаньягу заметил, что это очень похоже на политику умиротворения Гитлера в 30-х годах и что, наверное, Европа не придет в себя, пока на нее не посыплются ядерные боеголовки. И что единственная армия, которая готова сегодня оказать сопротивление Ирану, это армия Израиля. Ну, напомню, что это не первое высказывание Нетаньягу в адрес Ирана и европейского сообщества, что неделю назад я вам рассказывала, как он говорил, ну где же вы, где же вы правозащитники, где же вы борцы за мир, когда необходимо остановить Иран. И просто перечислил, где же вы, Франция, Германия, Англия, где же вы, так сказать, почему вы позволяете агрессору наращивать вооружение. Ну, тем не менее, вот эта ситуация до сих пор сохраняется. Другую гадость, которую захотело европейское сообщество сделать Израилю, это вынести постановление о запрещении переноса дипломатических миссий на территорию Иерусалима, то есть нашей столицы, то есть место, где, собственно, и должны быть представлены все дипломаты всех стран. Дело в том, что за последнее время, как я неоднократно рассказывала, все больше и больше стран вслед за Америкой хотят перенести свои посольства или консульства, или миссии перенести в Израиль. И вот европейское сообщество заволновалось и решило вынести постановление, запрещающее это делать. Но Чехия и Венгрия, так сказать, отказались, проголосовали против и этим сорвали. Сорвали вот это постановление. Напомню, что наш премьер Неттани Агу, который он же сейчас и министр иностранных дел, он за последнее время очень много сделал для прорыва дипломатических отношений и с Восточной Европой, и с странами Азии и Африки. То есть направления вот такие неглавные, как казалось бы, да, что главное? Главное это Европа, главная Америка. Ну, с Америкой, слава богу, хорошие отношения. Ну, вот, Западная Европа, Центральная Европа. Но Неттани Агу пошел по тем направлениям, которые давно не разрабатывались. И, в частности, наладил хорошее отношение с многими восточноевропейскими странами. Вот мы видим, что и Чехия, и Венгрия, которые говорили о том, что они хотят перенести свое посольство в Иерусалим, вот они выступили против этого предложения и шарвали такое вот антиизраильское постановление европейского сообщества. Сергей, хотите объявить номер телефона для вопросов? Да, конечно. 847-400-5200. Телефон в нашей студии. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. Давайте, а те наши слушатели, зрители, которые пользуются Ютьюбом, вы можете написать свои вопросы, и я озвучу их 847-400-5200. Ну, а пока продолжим о событиях в Израиле. Ну, а теперь о событиях в самом Израиле. И здесь, в первую очередь, я хочу сказать, что на этой неделе, через пять дней, 20 июля, наш премьер-министр Бенемин Таньягу побьет израильский рекорд. Он перегонит Бен-Гуриона, самого долгого премьер-министра Израиля за всю 70-летнюю историю Израиля. Бен-Гурион был премьер-министром более 13 лет, а Нитаньягу перегонит Бен-Гуриона и будет самым-самым, так сказать, премьер-министром долгожителями. Напомню, что Бен-Гурион был премьер-министром с 48-го по 54-й год и с 55-го по 63-й. Нитаньягу тоже был премьер-министром, так сказать, не за один присест, а с перерывами. Он был с 96-го по 99-й и с 2009-го по настоящее время. И дай бог, на выборах в сентябре у нас Нитаньягу продолжен быть премьер-министром, возглавит правую коалицию. Но даже если случится катастрофа, и Нитаньягу не сможет составить правую коалицию, все равно внутриизраильский рекорд он уже побил через 5 дней и будет премьер-министром долгожителем. Я надеюсь, что 17 сентября все-таки правые партии смогут составить коалицию, что не будет партий, которые не пройдут электоральный барьер, как это было на последних выборах в апреле. Ну, сегодня продолжаются интенсивные переговоры между различными партиями. Напомню, что 1 августа – это крайний срок подачи списков, партийных списков предвыборных. И к этому сроку уже все договоры о технических блоках должны быть составлены. Ну, на левом фланге, по-видимому, никаких новых блоков не ожидается. Партия Кахой Лаван и партия Вода очень озабочены появлением конкурента, появлением партии Барака. Партия – это ультралевая. Барак туда уже привлек и видного деятеля Шалом Акшава, он же председатель гомосексуальной общины. В общем, левее него только стенка. Ну, Шалом Акшав, думаю, что не нужно объяснять, что это. Это организация, которая уже долгие-долгие годы, десятки лет всячески борется с присутствием Израилев, Иудеи и Самарии, и, в общем, за то, чтобы Израиль исчез и из других мест. Так что вот эта левая партия, она может, как более экстремистская, может угрожать партии белоголубых, Кахой Лаван, которая строит из себя такую полуцентрическую, и историческая партия «Вода», которая сжалась на последних выборах просто до минимального числа мандата. А на правом фланге идут интенсивные переговоры, и до сих пор непонятно, кто в какой союз вступит. Напомню, что у нас есть объединенный правый список, это Равин Рафик Перес с остатками партии Мавдаль и Смотрич с партией Худлеуми. Они идут в одном списке, они преодолели в апреле электоральный барьер. Но у нас есть две партии, партия Зеут Маши и Фейглина и партия Шакет и Беннета «Новые правые», которые чуть-чуть не смогли дотянуть до электорального барьера, до получения четырех мандатов. Набрали более чем три с половиной мандата и не дотянули. Они находятся на стадии переговоров. Но тут пока что непонятно, потому что вроде бы Шакет не очень хочет идти с Беннетом, а если хочет идти с Беннетом, то не хочет идти с Фейглиным. Зато Беннет с Фейглиным уже почти договорились, а «Новые правые» тоже объединенные правые тоже не очень хотят. То есть хотят брать Шакет, но не хотят предоставлять ей первого места. Все-таки религиозная партия, чтобы во главе ее была женщина, да еще светская. Это как-то им не очень хочется. Так что пока что все опции открыты. Но есть еще впереди две недели. Опыт показывает, что все решается вообще в последний вечер. Давайте попробуем принять звонок, Костя. Давайте теперь принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы вот напомнили о продаже нефти и газа. Как будет распределяться продажа нефти и газа? Ведь и Турция тоже, и Ливан. Они тоже хотят иметь долю свою. Как они на это смотрят? Что Америка будет продавать, а они будут от этого что-то иметь или нет? Как это у вас будет распродываться? Спасибо. Ну, Турция давно смотрит плохо. И, так сказать, в последнее время отношения с Турцией у нас идут примерно по синусоиде. То Турция что-то там себе позволяет, критикует, возникает. Потом, так сказать, остывает немножко. И как-то более озабочена какими-то экономическими вопросами. А потом вдруг опять на нее что-то находит. Она начинает резко критиковать. Кроме того, у Турции сейчас большие проблемы с добычей нефти и газа в прибрежной полосе вокруг Кипра. Там Греция возмущается и так далее. Так что сейчас, слава богу, Турция не до нас. Ну, Ливан, вообще страна, с которой у нас нет даже договора. Так сказать, формально мы с ней не находимся в мирных отношениях. Так что тут просто можно не обращать на это внимания. Сергей? Спасибо. Асид, давайте мы в этом месте сделаем небольшой перерыв. Послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Ну, а мы возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Асиэнтовой. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. Сдавайте вот на Фейсбуке здесь комментарии или вопрос. Сейчас прочту. Я могу добавить, что Фейлин пытается договориться с Беннетом. И даже пошел на уступки, предложил Беннету, что он дает в объединенном списке второе место, а не первое. Хотя, так сказать, отдельно Беннет, без Шакет, в общем, весит меньше, чем Фейлин во главе Зиута. Основные голоса, конечно, партия Беннета получила именно за счет Шакет. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. И боюсь, что новости мы узнаем только через две недели накануне подачи списка. А до тех пор будут происходить всяческие торги. Напомню, что еще небольшая партия Ацмай-Угит, то есть Силы Израилю, с адвокатом Итамаром Бенгвером, что она вышла из списка объединенных правых. Итамар Бенгвер был недоволен тем, что ему дали слишком далекое место. И не выполнили своего обещания, что министры от этой партии выйдут по шведскому закону, выйдут и освободят так, что он войдет и станет членом КНЕСТа. Они этого не сделали. Он обиделся, откололся от них. И теперь не очень понятно, что будет с партией Ацмай-Угит. Кому она принкнет? Возьмут ли ее обратно новые правы? Или она объединится как-то с Беннетом и Фейлиным? То есть, в общем, тоже этот вопрос остается подвешенным. Но то, что у Беннета и Фейлины непрерывно договариваются объединения, и то, что Фейлин готов на уступки ради дела, а готов пожертвовать, так сказать, самым мнением, это факт. Фейлин. Спасибо. 847-400-5200. Телефон нашей студии открыт для вас. Ожидается завтра у вас, во всяком случае, обещают или угрожают, что завтра произойдет нечто невообразимое, и те беспорядки, которые были. И давайте сначала примем звонок, а потом перейдем, вернемся к этой теме. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я хотела задать просто маленький вопрос. Я слышала о всех этих ситуациях с эфиопской общиной. А как сейчас? То есть, что-то изменилось? Есть какие-то отмежки по этому поводу? Понятно. Спасибо. Как раз я хотела и Сергею, по-моему, тоже именно поднять этот вопрос. Потому что это периодически были забастовки. Они перекрывали вообще все, что можно. Полиции было дано указание вести себя очень нежно. Их не трогали, их не арестовывали до какого-то момента, когда они начали уже громить машины, переворачивать, нападать и на полицейские машины, и подвигать частные машины. В конце концов, что Дмитрий Неву не выдержал, сказал, что он, конечно, очень любит эфирскую общину, но не позволит ей применять насилие. И в конце концов, вот сейчас открыли дело на одного, одного, ровно одного погромщика. Хотя таких были, в общем, сотни. И мы обменяли то, что он напал на полицейских, там громил полицейскую машину, что-то поджег. В общем, посмотрим. Значит, проблема-то в чём? Внешний повод – это то, что кончается домашний арест для полицейского, который и убил, собственно, Шеломона Така. Вот этого эфирского подростка, имеющего много приводов в полицию, в общем, подростка уголовника. К сожалению, да, хотя не хочется говорить о покойных плохо. Вот. И он его застрелил, как он утверждает, случайно, и при попытке самообороны вот целой банды таких подростков. Так что пока что расследование говорит о том, что его нужно выпустить из-под ареста. Хотя следствие будет продолжаться. На работу он пока не вернётся. Но уже то, что его освобождают, возмутило эфирскую общину. Но здесь я хочу подчеркнуть другой момент, и об этом я тоже говорила две недели назад, вот ещё только в начале этих акций. Что у нас сейчас период предвыборный. И поэтому вот такие протесты используют все, кто угодно, именно в качестве повышения своего электорального веса, потому что всем известно пословица «разделяй в латку». Довольный избиратель, спокойный избиратель на выбор не пойдёт. Они довольны, разозлённые. Избиратель, которому устраивают демонстрации, или наоборот, которому перекрывают дороги. Он как раз побежит на выборы. И левые изображают из себя лучших другов эфиопов, оплачивают автобусы, которые привозят этих эфиопов на демонстрации. И вообще, если мы посмотрим на видео или фото этих демонстраций, мы увидим, что собственно-то эфиопов там не так уж много. Туда приходят и нелегальные мигранты, у которых тоже шоколадный цвет кожи, как у эфиопских евреев, но просто по чертам лица вы можете различить. Как я уже говорила, эфиопские евреи имеют цвет горького шоколада, но тем не менее черты лица у них европейские, правильные. А вот у африканцев, соответственно, африканские черты лица. И даже по фотографии вы можете их определить, не будучи большим знатоком. Туда приходят арабы, просто по бесчинствовать побить евреев. Туда приходит огромное количество леваков с бледным-бледным цветом кожи. И все это видно на фотографии. То есть это не собственно такой стихийный протест эфиопских евреев, вот убили мальчика. А это хорошо срежиссированная левая постановка, в которой принимают участие все, кому заплатили или кому хочется побазарить. Так что, по-видимому, вот такие впрыскивания будут продолжаться и сделают все, чтобы подлить масло в этот самый огонь стихии ненависти, потому что выборы. Потому что выборы. Так что, так сказать, от имени эфиопской общины обещают невиданные демонстрации на следующей неделе. Но Нетаньягу и полиции, в общем, это все надоело, и они потихоньку начинают применять, как-то ограничивать это, убирают с проезжей части демонстрантов, не допускают насилия, арестовывают, потому что понимают, что здесь не стихийное возмущение, которое нужно успокаивать, а здесь, наоборот, идет явная провокация, и нужно ответить силой и призывать их в порядку. Потому что, понимаете, для левых тут обоюдовыгрышная ситуация. Будут беспорядки, полиция будет бездействовать, они скажут, ну, опять же, Нетаньягу не справляется с собственными гражданами. Полиция будет применять жесткие меры, арестовывать демонстрантов, которые применяют насилие и перекрывают дороги. Опять же, выигрыш полиции у нас расисты, так сказать, Нетаньягу у нас не любят, не любят эфиопскую общину, тоже, тоже электоральный плюс. Так что, к сожалению, ситуация разжигается именно левыми в преддверии выборов. Сергей? Да, спасибо. А давайте мы сделаем еще один перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Аси Энтовой. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну, а пока продолжим. Пока продолжим. И из предвыборных вот таких вот скандалов я бы хотела остановиться на самом последнем, а именно на том, как главу партии Объединенные правила, Рафи Переца, его имя сейчас треплется в средствах массовой информации, хотя, в общем, повод для этого самый ничтожный. Значит, почему-то в одном из интервью журналист решил задать ему острый вопрос и спросил о том, как он относится к общению ЛБГТ, ну, то есть гомосексуалистов. И спросил, считает ли он, что вообще это можно лечить, что можно применить, это называется репаративная терапия. На что Рафи Перец, который является министром образования, сказал, что когда он работал преподавателем, к нему обращались дети, у которых была проблема вот такая. И действительно им помогала в той или иной форме, им помогала терапия, там эти были беседы психологические или еще что-то, и им это помогало, что он любит всех учеников, независимо от их сексуальных или других предпочтений, но он считает, что эта вещь, тем, кто этого хочет, может помочь. Его слова извратили, представили дело, будто он, как в викторианской Англии, настаивает на примудительном лечении для всех гомосексуалистов, и стали переплать его имя всячески, что вот какой он нехороший, несовременный и так далее, и так далее. А что вот он называет это болезнью, которую нужно лечить, а на самом деле он болен там расизмом, шевинизмом, сексизмом, потому что он, я не знаю, какие только бранные слова по отношению к нему не прилагали, но на самом-то деле проблема более общая, и она касается не только Израиля, думаю, у вас в Америке такая же проблема. У нас, давайте я для начала расскажу старый анекдот, который, наверное, знают большинство наших радиослушателей, как евреи, вот еще до перестройки, да, евреи подают заявление на выезд в Израиль, и ему говорят, ну что ты хочешь уехать, ну все хорошо, у тебя там квартира, работа, ну что ты хочешь из нашей советской родины уехать. Он говорит, понимаете, я не согласен с советским правительством по вопросу о гомосексуализме. Ну как же, ну как же, ну еще недавно у нас за гомосексуалистов сажали, потом у нас, так сказать, увольняли, а сегодня это даже никак не наказуется. Вот-вот, сказал старый еврей, знаете, я хочу уехать до того, как это станет обязательным. Так вот, ну в этом месте можно смеяться, но, к сожалению, смех выйдет горький, потому что в некотором смысле провозглашать себя, так сказать, ну если не гомосексуалистом, то поддерживающим гомосексуалов, сегодня стало обязательным, стало обязательным для людей искусства, для богемы, для вообще любых, для академии, для всех, кто хочет назвать себя либералами. То есть этот вопрос из частного вопроса личных предпочтений какого-то человека превратился вот в общий вопрос, и гомосексуалы уже требуют для себя исправляющей дискриминации и государственного финансирования. Например, вот были демонстрации гомосексуалов, вот путь государства оплатит им суррогатных матерей, чтобы они, гомосексуальные семьи, из двух мужчин, тоже могли завести себе ребенка за государственный счет. Как за концом, у нас это не запрещено, но хотите, так сказать, нанимаете суррогатную мать? Нет, им важно вот, чтобы им оплатили. Ну, тут уже против них выступили феминистки, которые сказали, государство оплачивает суррогатное материнство, только если женщина долго и безуспешно лечилась, если доказано, что ей ничего не получится, государство может как-то ей это профинансировать, потому что у нас же всеобщее здравоохранение, то есть суррогатная мать будет наблюдаться у врача во время беременности, рожать, получать там всякую поддержку медицинскую за счет налогоплательщика. Вот, так вот, значит, но главное, что они вот устраивают парады везде, и понимаете, вот это вот, так сказать, объявление в общественном мнении, что быть гомосексуалом – это круто, это прогрессивно, это влияет на молодежь. И какая-то молодежь, которая еще не определилась, увлекается этим, объявляет себя гомосексуалами, а потом страдает, потому что природа-то берет свое. На самом деле, там, действительно, людей, которые рождаются гомосексуалами, совсем не так много, как сегодня это представляют. Остальные страдают, уже объявился гомосексуалом, так сказать, а природа возмущается. И вот это вот действительно проблема, когда необходимо лечить не отдельного человека, а необходимо лечить общество, необходимо лечить общественное мнение, что это дело личного выбора, и что общество не должно вот так вот навязывать, навязывать противоестественный выбор молодому поколению. Так что это проблема общая для многих западных стран, развитых, для Израиля. Но здесь раввины изобразили каким-то ретроградом, каким-то вообще, так сказать, насильником, который будет хватать бедных детей и заставлять их быть гетеросексуалами насильными. И, понимаете, сразу все испугались. То есть на его защиту не встал никто. Тут же другие раввины объявили, что они с ним не согласны. Нетаньягу объявил, что вот он очень любит гомосексуала, вывел там представителей гомосексуальной общины, там, в качестве своего советника перед выборами. Так что эта ситуация, в общем, грустная, к сожалению. Ну, что делать? Будем надеяться, что ситуация исправится. Надо сказать, что перед выборами любезят перед представителями всех меньшинств. Не только эфировских, не только гомосексуальных, но и перед представителями, например, русскоговорящей Алии. И тут Нитаньягу и Ликуд наконец нарушили данную традицию, по которой Ликуд считал, что русскими, в кавычках, то есть евреями, выходцами из России, должен заниматься Либерман. Ликуд мало и плохо всегда вел пропаганду на русской улице. Но после этого грязного трюка, который устроил Либерман на последних выборах, Нитаньягу решил, что все, пришло время заняться пропагандой и среди русскоговорящих репатриантов. И с этой целью он взял и русскоговорящего советника, и переманивает сейчас многих, которые ушли от Либермана, или они ушли сами, или Либерман их выгнал, или еще как-то. В общем, бывшего депутата Кнезда от партии «Наш дом израиля» Латова он берет в свою команду, не знаю, ставит ли его в список в Кнезда или просто пока в команду, и других каких-то сотрудников Либермана сейчас Ликуд переманивает к себе и ведет активную пропаганду на русской улице. И надо сказать, что пропаганду-то эту вести легко, потому что Либерман, который говорит о том, что он не даст религиозным 5-е, 10-е, он потребует автобусы по субботам, на самом деле, когда Либерман находился в Кнезде, всегда его партия как раз голосовала против, против автобусов по субботам, против открытия магазинов по субботам, потому что у него были какие-то договоренности с религиозными, религиозные там, что-то выбивают для своей общины, Либерман что-то выбивает для себя. А теперь, когда он представляет себя таким защитником, да, от ультра-ортодоксов, вот эти вот все факты всплыли наружу, ну, просто избирателя короткая память, нужно ему это напомнить. И вот такие вот, вот эта вот реклама, антиреклама против Либермана, она сейчас, наконец, появилась в интернете, в израильском интернете на русском языке. Ася, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Можно говорить? Говорите. Ася, примите мои поздравления по поводу торжества Нетаньягу. Дай Бог ему здоровья. Спасибо. За все то, что он делает для вашей страны. Мне только стыдно за нашего Либермана, за моего земляка. Правда, он не в Кишиневе жил, а в каком-то районе. И мне больно за то, что он травмирует нервы Нетаньягу, не дает ему дальше проявлять свои способности. Я не знаю, какие там заслуги у него у вас. Ну, я так понимаю, это не вопрос, а утверждение. Я совершенно с вами согласна. Подчеркиваю, я уже вышла из партии Ликуд. Я не являюсь, так сказать. Нетаньягу не глава моей партии. Я в партии Феглина, в партии Зиуд. Потому что у меня против Нетаньягу там есть большой список претензий, что Нетаньягу арабские дома не разрушает, а еврейские разрушает. Никак не хочет анонсировать земли в Иудеи и Самарии. Не хочет воевать с богатым, который уже стал просто явно проарабский. Но это мои претензии к Нетаньягу. Но я согласна с вами, что сегодня пока что лучшего премьер-министра мы не заслужили. И очень надеюсь, что в сентябре Нетаньягу уже удастся, после выборов в сентябре удастся составить правую коалицию. Так что тут мы с вами единомышленники. Ну, у меня осталось пару минут. Я просто хочу про спорта, как всегда, под конец про спорта, про успехи Израиля на международных олимпиадах. Значит, в Израиле проведена международная олимпиада по физике для учащихся старших классов. И участвовало 78 стран. 78 стран прислали своих школьников. И Израиль завоевал на них две золотых, две серебряных медали и одну бронзовую. Так что, в общем, с физикой у нас всё хорошо. Хотя, напомню, это было сюрпризом для нас, когда мы приехали в Израиль. Физика не является обязательным предметом для школы. Человек может получить их стать зрелости, совершенно не уча, вообще не беря ни одного урока по физике. Но вот всё больше и больше в израильских школах начинают дети сами добровольно выбирать в качестве каких-то дополнительных предметов именно физику, а не биологию, не литературу, не ещё что-то. И у нас русских евреев большой опыт международных олимпиад. Тренируют команды по физике, тренируют команды по математике. И тут есть прогресс. Ну и международные олимпиады по детским играм в Уфе. Тут Израиль взял две золотых медали по дзюдо. Израильские дзюдоисты получили две золотых медали. И вообще дзюдо – очень распространённый спорт в Израиле. Это и в армии, так сказать, используется. Ну, в Израиле это называется Крам-Мага, то есть такой ближний бой. Вот. И дети тренируются. В общем, это очень популярный вид спорта. И здесь Израиль, по-видимому, находится на лошадке. Спасибо огромное. К сожалению, времени больше не осталось. Спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо за встречи. Спасибо.